Привет любителям удивительных фактов! Природой создано огромное количество животных, живущих во всех уголках нашей планеты. Некоторые из них выглядят столь фантастично, что трудно поверить в реальность их существования. Давайте вместе узнаем о самых необычных существах. В свое время голландские колонисты дали трубкозубу название Ardvark, что означает земляной поросенок. Млекопитающие – единственный современный представитель отряда трубкозубых. Первоначально трубкозуб из-за ряда бросающихся в глаза особенностей строения был отнесен к тому же семейству, что и южноамериканские муравьеды. Однако поверхностное сходство с ними оказалось результатом конвергентной эволюции, приспособления к питанию термитами и муравьями. Трубкозубы сохранились только в Африке, где распространены повсеместно к югу от Сахары, за исключением джунглей Центральной Африки. Трубкозуб прекрасно роет норы, его считают одним из лучших землекопов в мире. Это животное является моллюском. Несмотря на его внешнее подобие с осьминогом или кальмаром, этого моллюска ученые отделили в отдельный ряд – вампира-морфида, потому что только у него есть втягивающиеся восприимчивые бичевидные филаменты. Практически вся поверхность тела моллюска покрыта органами свечения – фотофарами. Они выглядят как маленькие белые диски, увеличивающиеся на концах щупалец и оснований плавников. Фотофары отсутствуют только на внутренней стороне щупалец с перепонками. Адский вампир очень хорошо контролирует эти органы и способен производить дезориентирующие вспышки света длительностью от сотых долей секунды до нескольких минут. Кроме того, он может управлять яркостью и размером цветовых пятен. Паку является представителем южноамериканских пресноводных рыб, что относится к подсемейству пираньевых. Разница между этими рыбами заключается в их пищевых привычках. Паку всеядная, но предпочитает растительную пищу. Пиранья – плодоядный пресноводный хищник. Также разница выявляется в структуре их зубов. У пираньи зубы заостренные, как бритва, что больше подходит для растерзания добычи, тогда как паку имеет более квадратные и прямые зубы, которые очень похожи на человеческие. И используют они их главным образом для того, чтобы давить орехи из семена фруктов, что падают с деревьев в бассейнах рек Амазонии. Иногда они также едят других рыб и беспозвоночных. Эту редкую акулу иногда называют живым ископаемым, поскольку она является единственным живым представителем рода скопонаринховые акулы. Акулу домового можно обнаружить на глубинах более 100 метров. При этом взрослые особи обитают глубже, чем молодые. Учитывая то, на какой глубине они обитают, этот вид не представляет угрозы для человека. Осы немки или мутелиды – это семья, состоящая из 3000 видов ос. Чьи бескрылые самки похожи на больших пушистых муравьев. Эти обитатели чили награждают своих жертв весьма болезненными укусами, поэтому в народе их прозвали убийцами коров или коровьими муравьями. Экземпляры с черно-белым окрасом часто называют муравьями-пандами из-за их сходства с китайской большой пандой. Хотите узнать еще больше удивительных фактов? Тогда подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.